здравствуйте дорогие друзья мир вам меня зовут антон хорин я музыкальный мастер мы находимся в моей музыкальной мастерской в порожках под петергофом сегодня я хочу поговорить с вами о чувствах человека о его разном восприятии мира и в частности музыкальных инструментов и влияние органов чувств человека на его оценку музыкального инструмента соответственно в плане этого какие действия мастер музыкальный может применять при изготовлении музыкальных инструментов чтобы увеличить скажем так интерес потребителя к своим инструментам на запись этого видео на идею этого видео меня натолкнула абсолютно гениальное интернет видео шоу нины и кименко гитаристки который называется гитара вслепую еще раз говорю не абсолютно гениальное мероприятие абсолютно гениальная идея а так как наш мир весь потихонечку переходит в онлайн в зону интернета в зону информационного содержания то и мой гитарный конкурс который мы организовали и проводили много много лет с 2000 года по оценке и определению лучшей гитары на сцене за занавесом да с хорошим жюри и так далее то есть это было мероприятие живое да скажем так аналоговые вот но современные условия видите вынудили во-первых этот конкурс свернуть и то что сейчас происходит это конечно ужас вот но этот конкурс перешел в интернет и в шоу гитара вслепую нины и кименко я вижу как раз отчасти это конкурс это каждый его клип это конкурс где один член жюри высокий профессиональный мэтр гитарист вслепую оценивает несколько инструментов это абсолютно здорово интересно смотреть наталкивает на множество разных мыслей главное что и там и там инструмент отделен зрительно от оценщика что вызывает дополнительную интригу и так как ну как вы знаете да как известно у человека есть несколько органов чувств их пять ну я считаю что интуиция тоже входит в разряд я как как йог да отчасти я верю в интуицию в шестое чувство да и просто как отчасти какой-то там до верующий даже человек ну для меня интуиция 6 то есть я считаю что шесть ладно сейчас не об этом так какое же из них главное спросите меня вы отвечу вам уважаемое есть замечательная поговорка по одежде встречают то есть зрительное восприятие это первое восприятие которое влияет на человека зрительное восприятие то есть начнем с природы да мы в природе мы охотимся мы даже еще не учуяли запах добычи но мы ее видим с глазами ага вот она добыча мы ее видим именно зрительно вот она да мужчина прежде всего оценивает женщину зрительно женщины конечно будут лукавить что они нет но женщины тоже поначалу смотрят на на мужчину на оценивают то есть зритель даже когда мы приходим в ресторан ну или садимся дома кушать на кухне и смотрим на блюдо очень важно как оно выглядит очень важно и рестораторы пользуются этим почему блюдо в ресторанах украшены красивые прочее красивое блюдо можно подать там внутри будет всякая фигня но выглядеть это будет шикарно и человек будет это кушать вот собственно и все то есть обертка обертка еще раз обертка и на моем 30 или более чем 30 летнем опыте да и в сфере в индустрии музыкальных инструментов можно сделать посредственный инструмент по звучанию но сделать его красивым сделать его вкусным внешне и он выстрелит потому что артист это это шоу а шоу это это зритель это зритель от слова зреть заметьте зритель приходит на шоу а не слушатель а вот это очень важно поэтому красные рубахи поэтому всякие костюмы с перьями на сцене да и соответствующие гитары да музыкальные инструменты шоу прежде всего внешний вид поэтому поэтому всякая инкрустация перламутр палисандр который выглядит очень богато именно поэтому глянец какой бы он там ни был шелак или не шелак глянец всегда смотрится богаче да здесь мы касаемся вопроса вкуса да и в современном журналистском сообществе появилось такое понятие как вкусовщина мы очень не нравится это слов есть понятие вкус какая вкусовщина вкус вкус у людей разный кому-то нравятся рыженькие кому-то нравятся блондинки кому-то нравятся брюнетки кому-то худенькие кому-то толстенькие у каждого свои вкусы на вкусах мы не спорим но все-таки есть усредненные принципы да никто не станет отрицать что есть понятие уродливый есть понятие красивый и она находится над вкусами и если раньше людей воспитывали да что такое хорошо что такое плохо что такое красиво что такое некрасиво и детей водили в эрмитаж в музеи до показывали там прочее прочее там поэтому очень важно вырасти в красивом городе где красивая архитектура где ребенок будет с детства впитывать себя красоту и понимать что красиво что некрасиво да порою красота сложно красота до требует ухода красота требует огромных денег для поддержания им я имею ввиду архитектуру да и прочее прочее красота требует огромных сил по созданию но ребенок вырастает в человека понимающего что такое красиво что такое некрасиво есть определенные букеты до сочетания цветов эти цвета сходятся эти цвета не сходятся то есть любой художник вам нормальный да расскажет какие цвета сходятся не сходят в одежде музыкальном инструменте то же самое то же самое но есть сочетаемое есть несочетаемые есть есть красота инкрустаций есть цвет деки и цвет корпуса есть цвет окантовок и цвет корпуса есть металлические детали которые сочетаются не сочетаются ну, ведь не сложно допустим, если у вас дорогой палисандровый инструмент с черной накладкой да, поставьте вы золото с черным это круто она там, она недорогая но она эффектная, да, механика золото с черным она смотрится эффектнее чем белая белый перламутр с серебряным металлом она смотрится эффектнее и это впечатляет первый взгляд и уже сердце затрепетало то, что нам нужно вот, понимаете, да кстати, по струнам как ни странно, серебряные струны выглядят эффектно но многие клюют на черный нейлон черная механика, черный нейлон ну, черный нейлон он звучит похуже, его не принято ставить но он выглядит эффектно между прочим черный нейлон с золотыми басами к сожалению, ну, не делают посеребренные звучат лучше ну, ладно на этой мелочи мы мы, так сказать потерпим этот минус да, то есть внешне опять же, внешне, да мы поговорили да, взгляд почему шоу Нины Якименко гениальное? потому что человек отделен взгляд человека отделен от инструмента все! музыкант не получает первое впечатление и начинаются проблемы далее второе тактильное ощущение да, может быть но в природе сейчас я вам открою один маленький секрет увидели вы женщину она вам внешне понравилась это первое второе вы к ней приближаетесь и многие многие вам скажут что любовь это химия основанная на запахе мы еще не можем прикоснуться к этой женщине но мы ее осезаем запах вспомните фильм Аль Пачино где играет запах женщины да слепой мужчина как это он танго танцует это же великолепно запах то же самое то есть мужчина выбирает женщину по запаху то же самое и еда нам подносят еду мы ее в ресторане мы ее видим а потом мы ее нюхаем мы еще не кушаем но нюхаем то есть запах возбуждает нас интерес аппетит женщины опять же будут спорить говорить что это не так но я за свою жизнь встречал очень много женщин которые ощущают запах мужчины и даже существует такая фраза ой дорогим мужиком пахнет ну да они тоже отнюхают они тоже на нюх воспринимают мужчину да поэтому там запах лука пота вонючего спортивного запах спортзала это соответственно запах так вот возвращаемся к музыкальным инструментам ну скажем так 80% посетителей мастерской открывая дверь и заходя в помещение мастерской делают так ааа как классно пахнет я вам говорю 80% почти все поэтому очень важно как пахнет в вашей мастерской очень важно здесь должно пахнуть кедром красным деревом палисандром самый жуткий запах это который мне вот я я всегда переживаю когда перед визитом клиента я обрабатываю костяные порожки и у меня в мастерской воняет зубами и носками потными вонючими кость когда обрабатываешь она воняет носками как будто здесь вообще жуть поэтому я всегда стараюсь быстренько это все проветрить пропылит но все равно вонь костяная остается поэтому совет обрабатывайте кости заранее чтобы не воняло у вас зубами как в стоматологическом это отталкивает людей вот соответственно инструмент а теперь я вам скажу там было 80% все 100% кто берет гитару первый раз в руки приходя выбирать все делают вот так ах как классно пахнет вот все то есть человек знакомится внешне а потом нюхает и здесь начинаются очень важные моменты во-первых во-первых бразильский палисандр почему он так ценился он пах великолепно розой настоящий парфюмерный аромат кедр почему люди любят кедр кедровые деки пускай она там звучит не так то сё но кедр пахнет великолепно теперь переходим к нашим инструментам которые мы сейчас мастера все делаем к сожалению обилие синтетических лаков химия вторглась в нашу жизнь и испортила всё лаки воняют растворителями соответственно самый офигенный запах это у шеллака шеллак растворяется чистейшим спиртом спирт является наркотиком бытовым спирт вызывает у людей пристрастие привычку запах спирта человек кайфует от него даже если у вас уже испарилось всё равно запах спирта остаётся и это манит людей к сожалению это так то есть запах шеллака человек подсознательно чувствует второе это масло полировальное которым полируешь чистейшее масло масло в сочетании со спиртом даёт великолепный аромат гитара даже со снятым маслом шеллаком покрытая пахнет офигенно человек подсознательно музыкант это чувствует третий запах о котором мы поговорим извините я печечку проверю печечка у меня горит хорошо значит третий запах из всей палитры химических материалов самым привлекать к сожалению самым привлекательным для людей ну помимо бензина бензин конечно лидирует в привлекательности запахов но бензин не используется в блокировке самым привлекательным из растворителей лакокрасочных является ацетон ацетон наркотическое вещество ацетон вызывает у человека стойкое привыкание сушит мозги человек кайфует от ацетона поэтому запах ацетона привлекает людей к сожалению и беда в том что надо бы работать в респираторах а люди кайфуя от запаха ацетона работают без респираторов считая что они получают удовольствие на самом деле они себя убивают так вот какой лак у нас на ацетоне нитролак инструменты покрытые нитролаком даже они сохнут очень долго этот ацетон из них испаряется очень долго а еще когда мы лакируем мы еще попадаем в розетку даже закрывая ее изнутри все равно туда лак попадает и здесь с этой стороны с лицевой мы обрабатываем то внутри мы не можем обработать и он там остается и продолжает пахнуть поэтому ааа относятся и к ацетону тоже а отрицательные а теперь об отрицательных сам мерзкий очень мерзкий тяжелый запах уайт спирита очень тяжелый очень долго испаряющийся и давящий на человека уайт спирит это яхтенные лаки пентофтал глифтал поэтому инструменты покрытые так называемые половые лаки полыми кроют запах жуткий тяжелый и давящий на мозг вот эти инструменты которые есть мастера которые не шлифуют потом инструмент после глифталя яхтенного лака и не покрывают ничем сверху воняет сразу это чувствуется и воняет нехорошо вот автомобильные лаки растворитель ксилол страшнейший яд очень тяжело воздействует на нервную систему а вызывает отвращение то же самое вот этого не будет потому что она будет вонять у вас конкретно соответственно вот о запахах мы поговорили инструмент должен выглядеть и излучать аромат и он будет привлекать уже привлекать все вы 60% успеха заметьте звук это только 30% по моей классификации звук это только 30% а теперь о звуке теперь я скажу страшные цифры только 8% населения планеты обладает слухом 8% это цифры опубликованные это на основе многолетних десятилетий тысячелетий столетий исследований 8% людей слышат когда я все вспоминаю этот известный когда я учился настраивать пианино-рояли уже в таком зрелом возрасте то мой учитель я приходил и говорил ну я же слышу я же слышу вот здесь не строй здесь чуть-чуть успокойся они это не слышат вот к сожалению даже те кто слышат они не могут понять ведь не только важно слышать важно понять что ты слышишь важно описать этот что ты слышишь да тебе может показаться что звучит круто а на самом деле звучит далеко не круто потому что опять же как с зрительными нужно ходить в эрмитаже музеи то же самое нужно ходить на концерты нужно слушать музыкантов нужно слушать качественные записи желательно на виниле симфоническую музыку свиридово не знаю это так я к слову хорошую музыку чтобы было понятно что такое звук и тогда человек вырастет он будет уже понимать разницу между mp3 и винилом между хорошей записью плохой записью он будет чувствовать между хорошим музыкантом плохим музыкантом и приходя на концерт сейчас мы будем о классической гитаре да приходя на концерт классической гитары слыша лажу со сцены когда гитарист играет на гитаре которая у него не строит потому что мастер так ее сделал он залезает на и слышно какая лажа ну вот здесь потому что гитара не строит потому что вы подставку не туда клеите все и человек с воспитанными ушами будет вставать и уходить потому что это невозможно слушать опять же ну таких всего 8% поэтому залы полны все слушают прочее прочее то же самое в шоу Нина Якименко уважаемые мною музыканты но порой я смотрю я вижу что герой передачи слышит я вижу что он слышит но он не может описать а зачастую даже в силу того что его пригласили в силу дружеских отношений с Ниной он стесняется сказать это то есть вот вот это минус этого шоу да то есть вот это стеснение да человек должен уметь смело говорить это говно а это хороший инструмент стесняются начинается ну я бы такой не купил понятно что это говно на этом играть нельзя никто не говорит все такие вроде да вроде хороший ну как бы ладно но это это издержки да этого шоу чтобы никто никого не обидел все остались друзьями там и так далее и так далее но увы 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 для оценки звука я использую я расскажу вам маленькое отступление лирическое мы росли там да были винил бобиновые эти магнитофоны да большие с бобинами потом появились кассетники и вот однажды хлынули хорошие панасоники хорошие сони и так далее и вот был очень офигенский двухкассетный магнитофон с большими колонками такой панасоник был они одинаковые были по содержанию у него был пятиполосный эквалайзер великолепный звук и вот у него был приемник и два кармана а потом еще появился сверху сидюк так вот я себе купил я помню с каким наслаждением я регулировал эти ручечки и до сих пор я людям пытаюсь приводить в пример вот эти ручечки да в плане звучания музыкального инструмента помните мы же выставляли ручечки по-разному мы подрезали определенные частоты а почему а потому что когда ее добавляешь вроде бы звук ничего но человек подсознательно начинает мучиться потому что определенные частоты воздействуют на костный мозг человека на нервную систему и человеку некомфортно обычно это средние частоты среднечастотный диапазон меня посвятил в это прежде всего мой замечательный наставник и старший товарищ Сергей Сандовский ушедший от нас в мир иной великолепный мастер слухач и музыкант он середину всегда подрезал средние частоты они могут показаться вам о круто поначалу но если вы будете играть час два три ваш костный мозг костями человек слушает в кости трубы а трубы это орган то есть человек это по сути биологический орган трубы костяные которого вибрируют под воздействием вибрации со стороны и человек начинает уставать и он не понимает почему он устаёт потому что у него гитара прёт середина зудящая эта середина позвоночник вовсю везде и ты начинаешь не понимать что ж такое ты не можешь на ней играть подрезайте середину старайтесь ищите варианты инструмент у которого подрезана серединка вчера в одном из шоу музыкант очень интересно сказал он он не сказал про середину он выразил это по струнам он сказал четвёртая струна говно молодец браво хоть один человек услышал что середина из там какой-то 260 тысяч рублей инструмент середина у него прёт и это ужасно она не может столько стоить музыкант услышал и сказал он сказал по-своему четвёртая струна говно всё здорово во молодец баланс верха низы да важно хрусталь чистота чтобы не было засёра это всё ну опять же возвращаемся к началу только 8% это слышат и только 30% в оценке инструмента это звучание если вы выбрали инструмент глазами запахом тактильно про тактильно мы кстати не поговорили но я бы сказал что там тоже сколько-то процентов тактильности тактильность штука сложная да тут наверное я даже не смогу вам сейчас она имеет значение но в меньшей степени да а-ха-ха тактильность очень важная в плане грифа ребята но я устал всем говорить и не я один мой замечательный товарищ коллега из Украины Мамот Александр Мамот великолепный мастер перед которым я преклоняюсь который делает просто шедевры из Харькова да мы устали всем говорить гриф не должен быть лакирован Ну не должен быть лакирован гриф Ну потому что это все свистит, скрипит Тем более вы не кроете шелаком Вы кроете, блин, синтетическим говном Полиуретанами всякими, алкидами Черт, а в ступе У вас это все скрипит, свистит Пальцы музыканта Да, блестит, но это неправильно Ни одна скрипка в мире не имеет лакированный гриф Все народники обдирают гриф до дерева Приносят ко мне, говорят, ободрите Обдирите гриф Гриф должен быть деревянный, покрытый маслицем Ну, в крайнем случае матовый лак В крайнем случае Ну не должен быть гриф Наконец-то Герой последнего шоу Равшан Мамедкулиев Наконец-то сказал это В открытую Гриф скрипит Лакированный Отвратительно Сколько я бился Сколько мы доказывали мастера, музыкантам Нет, гриф должен блестеть Чтобы все это было хорошо Да не должен он блестеть Это же ваша рабочая поверхность Вы же здесь живете Вы вот здесь живете И вот здесь живете Во всех книгах Во всех учебниках написано Маслицем И шлифованным Все Слегка грунтованный Чтобы не засирался И музыканту в кайф Вот они, тактильные ощущения Это очень важно Кромочки Ведь тактильные ощущения Кромочки ладов Чтобы не цепляли Чтобы нигде ничего остренького не было И лакированная поверхность Хорошо я вспомнил Слушайте, уже собирался Остановить запись видео Гриф Это очень важно Ну, я Я устал на самом деле Биться с этим И признаюсь честно Что я отступил И на своих инструментах Перестал делать матовые грифы Перестал Потому что клиент приходит Первое Зрительное ощущение Он поворачивает гитару А у нее Нелакированный гриф С границей Да А что это такое Да Он еще не играл Он не понял кайфа Но зрительно У него же оценка плохая И вспоминая начало нашего ролика Зрительное Это главное Я поэтому отступил Но Слава богу Я один из немногих мастеров Кто обладает Великолепной техникой полировки Шеллаком Да А мастера разучились Не хотят полировать шеллаком Поэтому шеллак Шеллак не скрипит Шеллак Масляный Нежный Шелковистый О Да Она лакированная Но она шеллаком Лакированная Пахнет Потрогать ее Вы понимаете Да А не полиуретановое Говнище Да Залитая сантиметром Глянца Как бабушкина Стенка на кухне Из Чехии Вот они тактильные ощущения Тоже важно Оказывается Опачки Ну вот такое интересное сегодня видео Я специально кидаю такие видео в эфир Чтобы вызвать работу мозга Чтобы вы думали Чтобы вы оценивали Чтобы вы делали правильные шаги Если меня смотрят начинающие мастера Для них это очень важно Для музыкантов это важно Ну вот Собственно все На сегодня Спасибо вам за внимание Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Комментируйте Буду рад Отвечать Не на все комменты конечно Но на что смогу До свидания Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok